Цветами, молитвенным пением и благодарением Богу встречали православные жители деревни Августова и всей округи Бельско-Подляшского, святую преподобную Ефросинью, игуменью Полоцкую. Ведь для них она не просто святая, но покровительница белорусского народа, а значит и их небесная защитница. Ведь корни местных людей, жителей польского Подлясия, белорусские. Поэтому образ святой – это еще одна связь народа Подлясия с Белой Русью и в целом со Святой Русью. Ефросинья Полоцкая – частичка нашего православия, это значит повязанная с Россией, и с Белоруссией, и с всем. То наша часть нашего православия высвященного, Ольги Священной, Владимира, этих всех наших пророков православия, которые нам несли. Мы будем теперь сейчас все собирать здесь, чтобы молиться о здоровье, так как Ефросинья Полоцкая нам давала свою помощь духовную. Поводом для принесения такого дара из Беларуси стало освящение обновленного храма в честь апостола и евангелиста Яна Богослова в Августове. О принесении образа преподобной Ефросиньи с частицей мощей митрополит Варшавский, вся Польша Сава, отметил, что вряд ли кто-то и думал, что в день преподобной Ефросиньи и промыслом Господнем состоится обновление храма. Вы будете иметь второй праздник, подчеркнул представитель польской православной церкви, обращаясь к прихожанам. Когда Господь сподобил представить, как ему и то совершилось в Иерусалиме, она стала действовать не только словом, но своими делами, своими мощами, своими останками. И поэтому верующий православный народ в Евросии, и не только Руси, так мы скажем, мы окружаем ее святые мощи, спешим, поклоняемся и по ее молитвам Господь творит чудеса. С просьбой о принесении частицы мощей кого-либо из чтимых святых в обновленный храм обратился его настоятель, отец Мирослав. И не случайно выбор пал на преподобную Ефросинью. Население этой земли, оно белорусское. Мы Ефросинью, как белорусы, почитаем как духовую опекунку. Мы, как издательство, очень интересные контакты имеем с Половским монастыром. И вот попросили, чтобы Матушка Игуменю Половского монастыра не смогла бы нам, конечно, этих мощей подарить в нашу церковь. Отклик был, конечно, хороший. Матушки обрадовались даже. Что особенно ценно для православных подлясия, образ преподобной Ефросини был написан именно в ее обители. Вот мы приносим в дар вам вот это панно, панорама Половского спаса и Красиньевского монастыря. Был я там, с этих ступеней проповедовал при Сушкевиче. Счера вам дякую, сестра, вельми дякую. Кто тут помогал с этим устройством иконы, то, пожалуйста, также приймите нашу благодарность. Константин Георгиевичу с фирмой ШТМ, который нам финансово помог это все устроить, икону, и другие дела. То, что эта связь нас, белорусов, Польши через эту Ефросиню, вот именно она здесь очень заметна. В августове Акафис преподобный Ефросини на первых порах будут служить последнюю пятницу каждого месяца. Возможно, в ближайшие годы на Подлятской земле начнется и строительство храма в честь преподобной Ефросиньи, Игумени Половской. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз» Августова, Польша.